Шматрикые конкурсы утымлику на самого трапного и гучного. Призы, выступления чар-лидеров и вядома шмат баскетбола. Организаторы зарабили усёк, а болельщики не сумовали. Баскетбольных святов подобного масштаба в областном центре не проводили уже давно. Зараз, напевно, такое мероприемство потребно, як николе. В минулом сезоне гомельский клуб сутыкнулся с великими финансовыми тяжкостями. За отсутности грошей пришлось развитаться с ведущими гульцами. Их место заняла не вопытная молодь. Увы, никомушшины завершили чемпионат на сёмом родку, а девчата на шёстым. Зараз финансовая ситуация лепшей не стала. А тому, как команда Зусим не изникла, сталку зарабили на уластных выхованцах. Задача сохранить баскетбол в гомельской области. Ну и воспитать хотя бы пару человек, которых может быть, если поменяется ситуация в лучшую сторону, отдать немножко дальше в команду более высших достижений. И, правда, подчас представления мужчинской команды бачено, что середний взрослый гульцов не больше за 18 годов. Уже ночью команде ситуация амалина логичная. Команда сохранилась в полном составе прошлогоднего чемпионата. Единственное, добавились у нас две девочки на репетчу, которая играла за нас. И идём переговоры ещё с девушкой из Минска. А так, в принципе, команда того года. И добавилась молодёжь наша, которая по возрасту подходит уже к участию в чемпионат в этом году. Поэтому команда полностью сформирована с гомельской посмитойника. Центральной подеей свято стало Гульня Сожа и Горизонта. Соперник сурьёзный. У минулым сезоне столичные баскетболистки выиграли с ребра национального чемпионата. А без две команды только начинают под рыхтоку до нового сезона. А тому кондиции ещё далёкие от идеальных. Неде не хапало худкости, неде узаеморазумения. Однако гомельская молодь сдолила навязать боротьбу больше опытному сопернику. И новоспеченному голонному тренеру Горизонта Наталье Трофимовой, для якой, до речи, гэта Гульня была дебютной у новом статусе, пришлось опахваляваться. За кошт майстерства Минчанки довели матч до перемоги 56-45. Поражение гомельчанок особливо не засмутило. Головный выник не лишь бы на табло одобрый настрой и осолода от Гульни. Конечно, хотелось бы побольше таких матчей, выставочных, чтобы привлекали как можно больше зрителей на трибуны. Всё-таки баскетбол – это интересная игра. У нас определённые успехи на уровне сборных. И хотелось бы, чтобы как можно больше всё-таки приходило, занималось этим баскетболом и смотрело тоже, болело за нас. Новый баскетбольный сезон стартует к острышнику. И застаётся сподеваться, что на гульнях гомельских команд болельщиков будет сбираться не меньше, чем на этом свете. Потрывка с трибуны Багаскова станет добрым мотиватором для спортсменов. Максим Савин, Вольга Вальченко, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель.